4 часа на решение 19 задач. Итоговая оценка 100 баллов. Выпускник 2 лицея Максим Базанов справился с ЕГЭ по математике на отлично. Делится все благодаря серьезной подготовке и не за один день, а в течение 4 последних лет. Наверное, больше всего самым полезным было прорешивание заданий прошлых лет, потому что все-таки из года в год задания похожи, они могут быть чуть сложнее, чуть легче. Но задания прошлых лет это, конечно, самое полезное, что может быть при подготовке к ЕГЭ, особенно по математике. Складывать числа, решать примеры. Проявлять интерес к точной науке Максим начал еще в первом классе. Как признается стобальник, тогда и не думал, что простое увлечение математикой перерастет в настоящую любовь к предмету. В восьмом классе пришла новая учительница, Светлана Александровна, и с ней прям как-то по-новому стал воспринимать математику и действительно захотелось попробовать свои силы в ней. И попробовал. Участие в олимпиадах, решение задач повышенной сложности. Ставить себе непростые цели и добиваться их – отличительная черта его характера. Неудача лишь ступень на пути к успеху, считает он. Я понимал, что надо сдать ЕГЭ на максимальный балл, чтобы ЕГЭ по математике. В итоге ЕГЭ я не смог сдать на максимальный балл, не засчитали одну задачу. Поэтому понял, что надо брать себя в руки и стал еще более усерднее готовиться уже к ЕГЭ в 10-11 классе. На экзамен шел уверенно, вспоминает выпускник. Точно знал, что все получится. Тем более, очень поддерживали родители. Они мне говорили, что все у тебя будет нормально, не волнуйся. Мама была тоже счастлива. Она никогда не говорила мне, вот тебе надо обязательно 100 баллов, ты там должен 100 баллов. Нет, она всегда говорила мне, сколько сдашь, сколько сдашь. Я сдал на 100, и она была, по-моему, счастливее меня. Свои эмоции не скрывает и педагог по математике Марина Наумова. Успехом своего ученика гордится. Это ее первый 100-бальник. В 1993 году я была классным руководителем класса, где училась мама Максима. Да, Леночка Базанова, она золотая медалистка, поэтому мы часто своих детей называем «мои дети, мои дети». То получается, Максим как внук. Особых изменений в ЕГЭ в этом году практически не было. Но уровень сложности сохранился, рассказывает учительница. В подготовке к экзаменам, да и просто на уроках, Марина Наумова использует к точной науке творческий подход. Каждый учитель вносит вклад в этого ребенка. И, наверное, каждый ребенок, наверное, по трудам сдаст ЕГЭ, насколько он хочет. Потому что есть трудолюбивые дети, есть способные, менее трудолюбивые. Активный, творческий, разносторонний и всегда отзывчивый. В школе еще долго с гордостью будут вспоминать выпускника Максима Базанова. Мы очень скучаем по ученикам, которым восхищаемся мы во всем. И на уроках восхищаемся, и в коридоре, когда встречаем, и на сцене, когда их видим. Конечно, вот ученики эти в сердце остаются надолго. Максим, поздравляю тебя еще раз. Очень за тебя рада. Давай с тобой. Я знаю, что у тебя все сложится. До встречи на выпускном. Школьные экзамены для Максима Базанова закончились. Сразу после выпускного стобальник будет готовиться к поступлению в ВУЗ. Подавать документы планируют сразу в несколько ведущих высших учебных заведений страны. И все они, конечно же, связаны с любимой математикой. Карина Геряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».